Нивель! Секонфент у нас тут открылся, надо сходить. Смотрите, какой красивый стал Андрюшка, ему не нравится его стрижка. Что это у тебя творится тут? Боже мой, что это льется? Я уже, когда Кима привнется, я буду объявлять свое правило. Всем привет, ребята. Мы с Вероникой и с Андрюхой идем в парикмахерскую. Андрюша побежал вокруг этого дома, а мы срезаем, мы опаздываем, уже на 5 минут опоздали. Хорошо, что это в нашем райончике, я тут близко. Никульку будила, она спала, а нам на 4 демона записала. Кисонька! Киса! На обратном пути с кисой поиграй. Кисонька, да. Кисуля. Что-то забавится. Я уже рассказала, куда ты идешь, скажи всем привет. Всем привет. Куда идешь? Я? Да. В парикмахерскую. Да. Но хотя бы сказали, что... Не верю. Секонд-хенд она что-то открылась, а надо сходить. Юля, я в это не верю. Супер секонд-хенд. Да. Не верю. Не верю. И всегда было интересно. Опа. Смотрите на притворяшку. Вот в это здание мы ходим к Оале стрижься. На втором этаже. Красоту Андрюшка наводит. Дима тут стрижется. Я нигде не стригусь. Рифлея у нас тут на первом этаже нет. А нам на второй. Партия Лешко. Андрюха, ты заходишь? Заходи. Смотрите, какой красивый стал Андрюшка. Ему не нравится его стрижка. Ну, покажись. Ну, покажись. Это другое. Смотрите. Два года ему нравилась любая стрижка. Сейчас ему не нравится. Так. Сейчас я соблазняюсь секонд-хендом. Зайду, посмотрю, что там. Если получится, чуть-чуть сниму. Если нет, снимать не буду. Андрюша, расскажи, что там в секонде видел. Мячик. Да? Паралоновый, надгрызанный, да? Мячик. Понятно. Не худеет. Каким я худею не буду? Ребята, к нам сейчас придет репетитор. А у нас полный разгардиажника. Все подушки посбрасывала. Я и почистила мандарин. А ну, я тут поставила бокалы. Понимаете? С водой. Все серьезно. Кукла раздетая. Карточка мамина банковская валя. Что это у тебя творится тут? Боже мой. Что это льется? Что это происходит? Надо сейчас быстро стирать, потому что мы не отстираем эту мандарину. Подстригли называется. Андрюху, да? Ой, что на... Пошли ручки мыть. Ай, я не знаю. Пошли быстро ручки мыть. Пошли, давай ручку. Все. Побежали, давай. Все липко е. Бай-бай, ля-ля. Я тут глажу и показывают суд. Судят водителя автобуса, в котором погибла Марина Поплавская. Видите, он кульгает на одной ноге. Бедный. Ой, это вообще, знаете, быть виноватым в ДТП, где погиб человек, это вообще ужасно. Наручники. Сразу жизнь поменяется. Полностью. Я тут утюжу, смотрите, наутюжил уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь эндрюшкиных футболок. Я его под одеяльничек поменяла, ему сегодня постельку. Сразу постирала и сразу утюжу и в шкаф. И еще у меня целая гора. Вот этого всего нужно переутюжить. Но берем себя в руки и делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Посмотрите, какая у нас дождливая погода. Деревья все ярко-желтые. Там еще какое-то зеленое. Идет дождь, холодно. На улице сегодня будет максимум плюс девять. Ой, неужели лето прошло? Я даже не верю. Я допиваю свой кофеек с молоком. У меня уже жужжит стиралка и сушилка. Я уже вышла из душа. У нас где-то 9.30 утра. И хочу сегодня с самого утра привести себя в порядок. И мне кажется, тогда день будет как-то более упорядоченный. Буду так делать каждое утро. Потому что я сначала убираю, знаете, там, хожу в 6 вечера, когда закачиваю, думаю, блин, стоит ли уже краситься. И ходишь каждый день как недобитая моль. Кто-то приехал. Выходите, мы вас посмотрим. Поэтому вот так вот маршрутки везут людей на работу. Кто-то куда-то спешит, бежит. А я нет. Как мне нравится. Просто обожаю. Красота. По батареям булькает уже вода. Вовсю. Булькает, булькает. Но пока батареи холодные. Ну, по сути, если 4-9, 4 утром, 9 днем. Градусы должны уже включить. Ладно, ребята, пойду вам снимать что-то интереснее. А то мы сейчас в окно просмотрим все видео с вами. А что ты в это делаете, девочка? Рисуете Андрюшиной тетрадки, да? А вот. Рисуешь тетрадки Андрюшкины, да? Ну, покажи, как разрисовала красиво. Да, за окном дождь, Вероничка. Холодно. Да, представляешь? Будем сегодня дома сидеть. Да, 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 да. У меня есть вот такие карточки. Мы с Андрюшей, когда учили алфавит, я заказывала такие карточки. Учили буквы, писать, складывали слова. Кар-кар-кар-кар-кар, да. И мы сейчас решили достать их и заниматься с Вероничкой. Смотри. Белочка. Белочка, мы с тобой такое видели, помнишь? Буква Б. Б. Б буква Белочка. Она будет запоминать. Ананас. Буква А. Жираф. Буква Ж. Жираф. Такой высокий, с длинной шеей. Смотри, дикобраз. Дикобраз. Буква Д. Дикобраз. Экскаватор. Это украинский алфавит. Экскаватор. Выдмить. Страшный такой, да? Груша. Буква Г. Груша. Смотрите. Вот тут были еще достопримечательности и природные явощи. Это динозавры. Потому что мы с Андрюшкой занимались. Потом у нас карточки с фигурами. Надо их отдельно. Щеточка. Зубки чистить, да? Щеточка. Щеточка. Сейчас зубы почистит. Вот она, щеточка. А это кто с такими большими ушами? Кто это? Это слон. Это слон. Вася. Да. Мавпа. Ой, какая она интересненькая, да? Ой. Ой, мавпа. Это у нас фигура. Вот так я сейчас разложу и все. Да. Да? Да. А вы скучаете так за арбузом, как Ника? Да. Ням-ням. Как вкусненько. Нямочка, да? Ой, Вероничка, смотри. Ой. Юнга. Ада? Ада? Похоже, да, точно. А-а-а-а. Вероничка, смотри, сыр. Ах ты обжоришь, как ты маленькая. О-о-о. Ну кто все ест? Прям и на картинках. А вот это кто? С-с-с. У-у-у, да. С-с-с. Да? А-а-а. Ну страшно, это Ка. А это Рак. К-р-рак. К-р-рак. Страшно. А это Рысь. Рысь. Мяу-у. Мяу-у. Рысь. Любит она кисочек. Ммм, целовашки. Ну это вообще неизвестно, как объяснить Нике, что это телефон. Это телефон. Алло. Телефон. Алло. Кто трубочку взял? Алло, алло. Прекрасная Маруся. Филин. Филин. Пу-гу, пу-гу. Хороший какой. Майси. Очень советую тем, кто готовится к школе, покупать такие карточки. Я покупала дешевые, просто у девочек распечатаны эти карточки. Они упакованные, каждая в своем чехле. Это сейчас у нас уже не так. И Андрюша очень быстро выучил именно по карточкам алфавит. И сейчас я практикую английский. Репетитор ему пишет на бумажках. Сейчас покажу вам. Вот смотрите, видите, она ему пишет на бумажках слова. И с обратной стороны переводы. И проще всего, видно, детям так дается. Я смотрю, репетитор действует вот по таким вот, видите, бумажечкам. И я по таким карточкам выучила Андрюшу буквам в школу. Ведь все обрисованное. Все, куда могла, туда достала. Ну что, Риса Ваша, пошли чай пить? Нет? Нет? Она уже один выпила. Пока что хватит. А писать будем? Кстати, Вероника уже полностью ходит на горшочек. Мы уже памперсы надеваем только на улицу и на ночь. Это для тех, кто говорил нам, что Вероника долго, очень сильно ходит в памперсы. Оно пришло само собой. И я для этого особо ничего не делала. Просто ребеночек подрос и начал ходить на горшок. Ой, Андрюша, наверное, расстроится, что ты прям все тут ему пописала. Это, кстати, мой почерк. Это я пишу. Так. Такой детский. Хорош писать, Андрушкин, тетрадь. О-ня-ня-ня. О-ня-ня. Уже все. Ой. Все, все листики я писала. По-моему, это уже не Андрюшкина тетрадь, а Вероничкина. Держите. Андрюшке мама новую купит. Двое? Кстати, я себя так покажу в таком виде. Кстати, с 1 ноября в Украине газ дорожает еще на 23%. То есть, если платили за отопление, допустим, 1000 гривен, то за отопление сейчас будем платить 1230 гривен. И также у кого есть счетчики дома, тоже за газ на 23% больше. Поэтому мой большой совет для тех, у кого стоит газовый счетчик. Дома платите за газ сейчас по старой цене наперед. Я не знаю, можно ли так говорить. Но это такой лайфхак. Если ты заплатишь наперед по старой цене, то ты потом сэкономишь деньги. Если страна не думает о нас, то нужно самим немного подумать об этом. И 23% это не 1, не 2, не 5%. Это 1000 гривен, 230 гривен. Поэтому я думаю, мы подумаем с Димой оплатить газ наперед. До 1 ноября еще есть время, потому что потом уже, конечно, будет сложнее. Сейчас нужно найти сумму, опять же, добавить к моим зубам. В четверг я иду к стоматологу, буду ставить уже целую керамику красивую. Я не знаю, может быть, я вам решусь показать даже. Вот, и нужно еще заплатить за газ. Вот такую вот сумму нам немаленькую наперед, чтобы потом сэкономить. Ой, по-моему, солнышко вышло. У меня два прыща вскочило на носу. Я такая вся после души не расчесана, а я вам показываюсь. Капец. Ребятки, кто у нас пришел со школы? Я! Всем привет! Привет! Что у тебя за радостные новости? Меня. Показывай. Так, так, так. Та-дам! Активный на уроке? На английском языке был активный на уроке? Угу. Боже, какой ты молодец. А я поведал на каждом задании. А на каком ты, на английском, да, был активный? Ага, и она тут поставила 10, да? Угу. За то, что читал. Боже, какой ты молодец. Это же так приятно, скажи. А 10, это с контрольной, которую ты писал? Да, да, да. Которой мы читали? Да. Какой ты молодец. И сейчас я не была контрольной с математикой. Да, да. Я ей хорошо написал. Проверишь за собой даже. Молодец, это правильно. Осталось время, и ты проверил, да? Угу. Умничка. Где-то 10-5 минут. Умничка, молодец. Ага. И я объявляю... Курточку как приносит, Андрюша, смотрите. Ага. 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 Я уже, когда Дима привнется, я буду объявлять свое правило. Да. Так, что готовник. Так, это правило, это мы в четверг поедем куда? В Коя. Да. Но не только и это. Что еще играть? Да-а. А что? Когда папа приедет, расскажу. Ну, хорошо. Главное, потерпеть. Хорошо. Мы папе забыли вчера сказать, что ты ему мороженое купил. Сегодня скажешь ему, да, брат? Да-а-а. Смотрите, в какой теплой кофте ходит Андрюша в школу. И мне жарко. А в школе нет отопления, очень холодно в школе. И учительница просит одевать всех теплее. Так что это Андрюшке жарко. Как-то мало нам вот тут вот убрали. Вчера на стрижке, видите? А Андрюшке на голове два вихря. И получается он вот тут разделение, и вот это вот перчит. Я вчера пыталась сделать укладку феном. Чуть-чуть спасла ситуацию, но все же. Хочу научиться все-таки стричь сама своих мужчин. Бесплатно. Да. Ну, не дело там, что бесплатно, а как захочу. А переодеваться ты не будешь, телефонщик? Буду. Давай скажем ребятам пока. Пока! Мы будем снимать для вас новый влог начинать? Да. Да? Я покажусь, такая ненакрашенная, недокрашенные брови. Я буду краситься, начинать для вас снимать новый влог. Мы будем убирать дома. Веронюшка там сидит, в водичке лепается. Может выйдем чуть-чуть на улочку, если не сильно холодно. Поэтому ставьте лайки, пожалуйста. Не забывайте, это очень важно для развития канала. Пишите ваши комментарии. Мне очень нравится с вами переписываться. И встретимся с вами в следующем видео. Завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok